Добрый день, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем вебинары в Директ-Академии. И сегодня у нас в гостях Константин Леонтьев, который нам расскажет про авторское право, про то, как защитить себя в интернете. Ну, а прежде чем я предоставлю ему слово, как всегда, несколько слов о тех полезных ссылках, которые я разместил в самом начале нашего чата. Там четыре ссылки. Первая из них ведет на нашу главную страницу, где вы можете зарегистрироваться на все вебинары до конца нашего учебного года. Вторая ссылка ведет на наш видеоканал на Ютьюбе. И на этом видеоканале уже размещены записи более 400 вебинаров наших. Запись этого вебинара уже ведется тоже. И через некоторое время на нем будет размещена запись этого вебинара. Третья ссылка ведет на страницу онлайн-курсов. И на этой странице предложения по 10 курсам от Директ-Академии, которые вы можете пройти онлайн. Ну и, наконец, последняя ссылка ведет на страницу выдачи сертификатов. На этой странице вы сможете приобрести сертификат сразу после окончания нашего сегодняшнего мероприятия. И в конце нашего чата сейчас я вам дам информацию, проанонсирую три следующих мероприятия, которые у нас состоятся в ближайшее время. Завтра, 6 марта, в 15 часов, обращая внимание, в 15 часов по московскому времени, вебинар нашей постоянной ведущей Марины Орешко, который будет называться «Визуализируй». Это инфографика статичная и динамичная. Марина также расскажет на этом вебинаре о своем курсе, который мы запускаем 3 апреля. Запустится ее курс. 7 марта, в 12 часов, Дмитрий Кречман, директор по маркетингу компании «Гиперметод», проведет вебинар «Геймификация в обучении» на платформе Learning 4G. Ну и, наконец, 12-го, после праздников, 11-го числа мы будем отдыхать. А 12-го числа, я имею в виду, Директ Академия не будет проводить свой вебинар, хотя это рабочий день. А 12-го марта, в 12 часов, у нас будет вебинар Евгения Кауфмана из компании «Белив», израильской компании «Белив», которая занимается стримингом, и ее вебинар «Как увеличить активность аудитории при помощи стриминга». Такой для нас немножко нетипичный вебинар, на мой взгляд, должно быть очень интересно, потому что компания молодая, развивающаяся, ну, в общем, приходите, будет, на мой взгляд, интересно. Ну вот и все, а теперь я предоставляю слово Константину для проведения сегодняшнего вебинара. Константин, прошу на связь. Константин, все нормально, чуть-чуть потише звук, он немножко с перерегулированием. Что-что? Что, звук плохо проходит? Чуть-чуть потише звук. Сейчас. Потише, потише, он очень громкий. Вот так получше? Вот так получше? Так тихо, что-то среднее. Нужно что-то среднее. Да, я думаю, что вот так нормально. Да, да. Все, я... Добрый день, мне доверили такую сложную тему. Дело в том, что самого по себе авторского права на электронное учебное издание не существует. Существует авторское право в взаимосвязи, в сложном соотношении, причем и с правами, не связанными никак ни с авторским правом, ни с интеллектуальной собственностью. Поэтому, если позволите, сначала некоторые общие сведения, и буду с радостью отвечать на ваши вопросы, если они будут появляться в начале, в конце, в любое удобное для вас время. Значит, сама по себе ситуация, когда, например, или вы делаете некие электронные учебные издания, или вы используете чужое издание, или ваше произведение используют в этом издании, она очень сложная, и она зависит как от того, с какой стороны баррикад вы находитесь, так и от многих других факторов. То есть, если мы говорим только об авторском праве, то надо учитывать, что существуют еще и права на товарные знаки, и смежные права, потому что всегда хочется использовать что-то яркое, выразительное, или наоборот, чтобы не использовали ваши. И получается, что, если мы ограничиваемся только авторским правом, этого недостаточно для выпуска, допустим, подходящей продукции, или наоборот, для защиты ваших прав. То есть, у вас может быть использовано в вашей книге, например, на обложке, в названии, некое обозначение, словесное или, может быть, изобразительное, которое окажется чьим-то товарным знаком. И тогда, несмотря на то, что ничьи авторские права вы не нарушали, вы тем самым нарушите права на другие объекты интеллектуальной собственности. Может быть, обратная ситуация, когда вы придумали настолько оригинальное и узнаваемое и доступное название, и вдруг с удивлением узнаете, что его кто-то зарегистрировал как товарный знак, и вы уже не можете его использовать, или просто не можете его защитить, в силу того, что оно, по мнению части, так, а его не видно? Она, ее не видно, сейчас включаю, включаю. Ой-ой-ой, написано, что поддерживается только в системе Windows. Это что-то совсем не то. Павел Юрьевич, помогите. Спасибо. Спасибо. Сейчас сделаю. Значит, вы тогда мне сообщите, если можно, когда будет видно. Я пока буду, с вашего позволения, немножко рисовать, потому что сведения самые общие. Так, значит, я хотел просто первым отметить, что очень сложная связь, очень хаотичное правовое регулирование и разные области, поэтому... Сегодня какие-то проблемы. Поэтому достаточно сложно, как это, научиться или представить, или с какими трудностями можно столкнуться при реализации. Это можно выявить только какими-то новыми пробами, потому что постоянно придумывают новые варианты законодательного регулирования и доходят до новых идей в правоприменительной практике. Ну и, соответственно, и авторы, конечно, не стоят на месте. Значит, есть некие базовые принципы, которые мы все себе представляем, что вот есть автор, у него возникают права. Для того, чтобы их закон не использовать, надо заключать договоры. Иначе наступает такая стадия, если будут нарушения, то возможно защитить авторские права. Но это не всегда так, не всегда настолько все линейно, потому что есть законодательство, есть судебная практика, и если смотреть, например, законодательство, то все достаточно запутано. Ну, например, если взять какой-нибудь простейший вариант, служебное произведение. То есть автор, что достаточно часто случается с объектами учебной тематики, автор работает в ВУЗе. Дальше начинается вопрос, то, что он написал, является служебным произведением или нет. Вот для каждого объекта, для каждой ситуации могут быть разные ответы, как ни странно. И законодатель, конечно, добавил масла в огонь, потому что есть, например, только один маленький пункт, два статьи 1295, посвященной служебным произведениям, где вот видно, как законодатель метался между желанием сделать хорошее и еще более лучшее. Потому что сначала написано, что, ну, вообще, в соответствии с континентальной традицией, российской традицией, авторское право возникает у автора. Дальше, в соответствии с традициями, как бы, развитых стран, поскольку автор получал, считается, зарплату и иное вознаграждение, то исключительное право переходит с момента его возникновения к работодателю. То есть это означает, что работодатель может распоряжаться использованием произведения. Дальше законодатель подумал и в том же пункте записал, что как-то нехорошо получается, что если работодатель, например, не использует. Давайте мы оговорим, что если работодатель при этом в течение трех лет не начал использование произведения, не сообщил автору о том, что он намерен оставить произведение в тайне, или сохранить в секрете, или не начал лицензирование произведения, то исключительное право переходит обратно к автору. Дальше законодатель еще подумал и решил, что как-то нехорошо получилось с партизанами, давайте работодателю дадим хотя бы простую, не исключительную, безвозмездную лицензию, чтобы он все равно мог использовать дальше то, что создано при его участии денежном, при его оплате труда автора. Законодатель еще подумал и решил дальше, что если работодатель использует, то он обязан выплачивать автору некое вознаграждение. Дальше начались вопросы, а как его определить. Законодатель еще подумал и написал, что размер которого определяется соглашением сторон. Потом 20 лет суды думали, что делать, если соглашения нет. Законодатель еще подумал и дописал, наконец, в четвертой части Гражданского кодекса, о преднедостижении соглашения судом. Вот маленькая иллюстрация для маленького момента. И дальше начинаются, соответственно, целые человеческие трагедии, потому что никто не знает, никто не знает, в какой ситуации что решит суд. Ну, соответственно, к сожалению, у большинства юристов, у большинства людей представление о том, что задача юриста — это устроить как можно больший скандал, обязательно затолкать стороны в суд, и там в рамках судебного процесса выяснять, кто прав, кто виноват. Но проблема в том, что любой судебный процесс занимает, можно так сказать, месяцы или годы. И в результате победителей обычно нет. То есть обычно результат выглядит примерно таким, если обе стороны не идут на уступки, или если не приняты меры для защиты интересов сторон. Соответственно, мы все как-то судебную практику, видимо, воспринимаем скорее через какой-то негатив, потому что она во многом действительно непредсказуема. И есть только точки опоры, где можно сказать «да», где можно сказать «нет», но, конечно, основой авторского права, основой деятельности в сфере интеллектуальной собственности является, конечно, некое экономическое, создание неких экономических преимуществ, экономических возможностей, в том числе и для авторов, и для правообладателей, и их последующего использования. Соответственно, есть разные случаи, как я говорил, охраны авторских прав и смежных прав. От смежных прав относятся права исполнителей, права на звукозаписи, фонограммы, права на использование передачи вещания. Их тоже хочется использовать, в том числе в учебных, электронных изданиях. Так, сами по себе, они настолько многочисленны, настолько разнообразны, что с каждым можно разбираться отдельно, в зависимости от ситуации, что случится, что выпадет. То есть, выпадет, например, будет желание использовать фрагмент спектакля, окажется, что есть разное половое регулирование для разных исторических периодов, когда этот спектакль был поставлен, и есть совершенно новые права смежные, например, режиссера-постановщика спектакля, и есть старые права, и права исполнителей, которые не охранялись до 92-го года на территории Советского Союза. Поэтому пестрота, конечно, такая впечатляющая. Но вот одна из проблем, на которые хотелось бы обратить внимание, и с которой все мы так или иначе сталкиваемся, это проблема плагиата и цитирования. Вот цитирование — это одно из наиболее распространенных исключений в авторском праве. И, конечно, когда создается учебное издание, то в него, видимо, войдет достаточно много цитат, или, по крайней мере, сколько-то значимых цитат. Есть, конечно, гениальный автор, и я до сих пор не могу забыть, трехтомник Марченко по теории государства и права, где у него было, по-моему, две цитаты на три тома, и то из его же собственных изданий. Это великое достижение, но очень редкое. Там было еще, но очень мало цитат. В основном научные и учебные произведения связаны с достаточным объемом заимствований, переработок, примеров. И вот такие примеры обеспечиваются с помощью, самое надежное, обеспечивать их с помощью цитирования. Есть еще иллюстрации для учебных целей, но само по себе ограничение делает сложным применение. Вот цитирование — это всегда включение в свое произведение. То есть нельзя взять просто кусок чужого и сказать, что вот я прозитировал кусочек отсюда, кусочек оттуда, и значит, соответственно, это все цитаты. Нет, подразумевается, что обязательно должно быть включение в свое произведение, обязательно должен быть указан автор и источник заимствования, отчетливого порядка указания того и другого нет. Обычно в сложных случаях все ссылаются на госты, а госты — это такая вещь, которую каждый толкует по-своему, но к тому же, как вы знаете, они у нас уже не являются обязательными, в отличие от технических регламентов. Мало того, плагиаты цитирования по-разному воспринимаются для разных сфер. То есть, например, если речь идет строго об области авторского права, то действительно использование цитаты текстовой в тексте другого произведения со ссылкой на автора, источник заимствования и с достаточным уважением, без каких-то оскорбительных целей, без искажений, является законным. Если же речь идет, например, о диссертации, то в положениях новизны несколько более строгий подход, нельзя туда включать цитирование, это будет как бы истолковано с точки зрения ВАКа как плагиат, потому что должна быть новизна собственной идеи, которая может повторять в чем-то летущий уровень, но какой-то обеспечивать новый, не должно быть заимствований. Поэтому для других областей могут быть другие подходы. Мало того, на теоретическом уровне, скажем так, профессор Эдуард Петрович Гаврилов часто пишет об этом, что может быть цитированный из аудиовизуальных произведений, может быть цитирование из музыкальных произведений, может быть цитирование фотографий и произведение изобразительного искусства. Вот вопрос очень спорный. То есть судебная практика, он до сих пор как следует не проверен. Поэтому если речь идет о цитировании, то есть такая область, где вы берете маленькие кусочки, включаете свое, или наоборот, если у вас взяли маленькие кусочки, включили, то претензий быть не может. Но обязательно должно указать автора, потому что само по себе неуказание автора и источника заимствования является нарушением условий цитирования. И, соответственно, это будет расцениваться просто как незаконное использование части произведения. Соответственно, другая крайность, если вы берете что-то, не относящееся к текстовому фрагменту из другого произведения, делаете, например, коллаж, делаете еще что-то. Вопрос в том, что судебного подтверждения, что такое цитирование возможно, нет. Есть разные отдельные случаи, где из-за аудиовизуальных произведений что-то брали, где судились, но полноценного вывода сделать нельзя. И поэтому, если вы хотите включить именно иллюстрации, именно изобразительные какие-то фрагменты фильмов в ваше учебное издание, как-то использовать в мультимедийной сфере, какой-то кусочек, связанный с вашим изданием, то тогда лучше использовать другое исключение, которое называется иллюстрации в учебных целях. Но тогда это должно быть учебное издание, то есть как-то должно быть отмечено, что это учебное, чтобы вы в случае возникновения конфликта могли спорить о том, что это именно использование, как иллюстрация в учебных целях, к вашим мыслям что-то поясняющее, что-то разъясняющее или каким-то образом обсуждаемое. Извиняюсь за такую немножко долгую общую часть. Собственно, правовое регулирование настолько разрослось в современном мире, и что все охватить будет достаточно сложно. Собственно, в чем проблема? Когда авторское право возникало, оно основывалось на идее закрепления некой... Ну, понятно, что всегда, как говорилось у одного старинного английского автора, у всякой вещи есть две ручки. За одну следует держаться, за другую нет. Поэтому общая идея была, конечно, в том, чтобы обеспечить защиту экономических интересов, инвестиций, вложений, того, кто первый вывел на рынок, например, книгу, чтобы он получил отдачу. Но одновременно для того, чтобы каким-то образом принимать законодательство, обосновывать морально, скажем так, принимаемые акты, что обычно требуется. Одновременно было понимание, что права надо отсчитывать от автора, надо рассматривать авторское право как что-то, происходящее от автора, индивидуализированное его личностью, результаты его творческой деятельности. Поэтому в разных странах по-разному. Но сложился такой дуализм в авторском праве, что с одной стороны есть право автора, как нечто святое, есть имущные права, которые он может продавать или от него могут изыматься в силу закона, например, как работодатель получает в большинстве стран права на служебные произведения, созданные авторами при выполнении служебных заданий. Значит, вот тут интересный вопрос поступил по поводу ГОСТа в образовании обязательным или необязательным. Понимаете, у нас, как был такой старый советский анекдот, то будут ли деньги при коммунизме. И вот дальше были разные ответы, что китайские абортунисты говорили, что не будет, югославские, не помню кто, говорили, что будет, а наши ученые подходили диалектически. У кого-то будут, у кого-то нет. Поэтому я не могу сказать, что ГОСТы не надо выполнять. Просто после принятия закона о техническом регулировании в нем было оговорено, был переходный период, когда только отдельные ГОСТы, связанные с защитой жизни, здоровья, безопасности населения, должны были действовать. После определенного периода, по-моему, я уже не помню, 2007 или какой-то год, уже давным-давно, обязательную силу имеют только технические регламенты, принимаемые в установленном порядке, а ГОСТы разрабатываются как нечто пояснительное, информационное. Но дальше у нас есть, кроме базового законодательства по каждой области, у нас есть еще множество подзаконных актов, требований. Поэтому если вы скажете, например, Росвобранадзору при проверке вашего учебного заведения, что это вы ко мне пристали с приказом 2003 года несуществующего Минобразования вместо Минобранауки, о том, что там должна быть такая-то обеспеченность литературой на столько-то населения, ну вы можете, конечно, спорить. Тут вопрос просто, что вам нужно, пройти аккредитацию или спорить насчет того, что нужно ли заменять один документ другим. Поэтому если у вас речь идет, кроме того, есть некие законодательные требования, подзаконные требования, где могут быть ссылки, а ГОСТы используются для их разъяснения. Поэтому ситуация, как всегда, такая двойственная, диалектическая, скажем. Что, с одной стороны, ГОСТы сами по себе не являются обязательными, но если, например, в нормативном документе или в каких-то требованиях есть ссылки на используемые в них понятия, то ГОСТы уже тем самым становятся втягиваться в орбиту правового регулирования. Вы знаете, как, например, при рассмотрении тех же дел по авторскому праву может возникать вопрос, который решается на основании данных. Прерывается? Вроде бы я равномерно говорю, не заикаюсь. Так, на основании, может быть, видео отключить? Так, как скажете. При рассмотрении конкретных ситуаций приходится исходить из конкретных требований конкретного органа. Это что касается по ГОСТы. То же самое по авторскому праву может бы служить доказательством, как ни странно, например, содержание какой-нибудь статьи в словаре Ушакова или в другом эциклопедическом издании. Хотя это не нормативный документ, не имеет ничего общего. Но вот конкретный пример, в котором довелось участвовать. Была такая книга еще до фильма. Господи, Нинаева. Так, потом был фильм. Забыл, каюсь, как называется, книга «Что-то про офисную жизнь». Но проблема в том, что автор использовал в качестве эпиграфа строчки из известных зарубежных песен, даже без их перевода. Права на которые принадлежали, соответственно, российским представителям. Да, духлость. Спасибо большое, что подсказали. И дальше возник судебный спор, довольно серьезный. является ли использование эпиграфа цитатой или не является. И было, фактически все сводилось к противопоставлению словарей. Потому что в словаре Ушакова, как в авторитетном, эпиграф относится к числу цитат, насколько я помню. А в словарях некоторых других эпиграф не рассматривается, не упоминается в числе вариантов цитирования. Суд, насколько я знаю, склонялся к вопросу, к тому, что все-таки эпиграф — это цитирование, хотя он не включен в сам текст, но он его поясняет, и соблюдены условия цитирования, ничего не искажено. Поэтому не помню, по-моему, там как-то договорились, в конце концов, без вынесения жестких решений, или закончилось. То есть, понимаете, неважно, чем закончился процесс, поразительно, что в качестве доказательства была использована, может быть, статья из энциклопедического словаря. Это возможно. Так вот, одна из задач законодательства — это поиск некого баланса и поддержание баланса интересов, причем он всегда разный. То есть, учет интересов авторов осуществляется тем, что законодательство предусматривает, во-первых, исключительное право, то есть право разрешать или запрещать используемые произведения. Во-вторых, устанавливать специальные компенсационные выплаты. Это долгий вопрос, в него можно погружаться, дополнительное вознаграждение, когда, например, платится авторам музыки, если фильм показывается по телевидению, через систему, через российское артскоп, через коллективное управление. Немножечко, но должно доплатиться. Ну, так принято. Должно доплачиваться, хотя это тяжело реализовать, при перепродаже автору произведения изобразительного искусства или его наследникам уже скорее, при перепродаже оригинала этого произведения. Это к нам пришло из французского законодательства, так называемого правоследования. Есть специальные сборы, которые осуществляют фактически на таможне для авторов, с оборудованием используемых для копирования аудиовизуальных произведений и фонограмм в личных целях и другие варианты. Это все сочетается с ограничениями в интересах общественности, в том числе различные случаи свободного использования. Вот один из самых таких широко применяемых – это цитирование, то, что можно использовать фактически всегда, когда можно использовать без выплаты вознаграждения. Есть отдельные случаи, когда можно использовать без выплаты вознаграждения, например, если мы дома или для себя что-то записываем, просматриваем, копируем, то в некоторых случаях предусматривается, что вознаграждение, которое мы должны платить автору, включено в стоимость используемого оборудования и выплачивается таким сложным образом. Есть ограничения в пользу граждан, используемые в личных целях, но со значительными исключениями из исключений. То есть, например, можно в личных целях копировать кусочек книги, но формально нельзя всю книгу, как ни странно. Хотя никто с топором, конечно, над каждым не стоит. И когда мы, например, не мы, а кто-то другой скачивает целиком текст книги без согласия правообладателя, то тем самым, как ни странно, он нарушает исключительное право. Обычно в связи с этим никаких мер не принимается, но формальное нарушение имеет место быть. Точно так же, как, например, до сих пор не ясно, что сделать с малолетними детишками, которые бегают вокруг елки и поют песню «В лесу родилась елочка». Достаточно странная ситуация, потому что песню... Ну, автор музыки умер еще до войны, поэтому перешло в общественное достояние, а вот текст написан Натальей Андреевной, по-моему, или Кудашевой, и опубликован в журнале «Чиш» в 1903 году. Но сама автор умерла в 1964 году, соответственно, 70 лет после смерти, плюс 4 года за работу во время Великой Отечественной войны, поэтому охрана будет продолжаться еще достаточно долго, если я не ошибаюсь, до 2029-го, 39-го года. Единственное, что никак не могут найти ее наследников. Насколько я знаю, это такой сложный вопрос. Они периодически кто-то появляется, кто-то исчезает, сведения как бы разные поступают. Так вот дети, которые бегают вокруг елки и осуществляют публичное исполнение этой песни, формально нарушают авторское право, но за ними никто не приезжает, потому что нет заявления, и обычно никто не заинтересован в том, чтобы настолько строго преследовать все микрослучаи нарушений. Понятно, что правообладатель заинтересован в том, чтобы пресечь те нарушения, которые препятствуют нормальной эксплуатации произведения, если оно представляет коммерческий интерес. Я не буду погружаться в эти исключения с правилом свободном использовании, просто должен обратить внимание, что все авторское право, оно как такой многомерный швейцарский сыр, что есть правило не использовать без согласия, правообладатель есть исключения, дальше есть исключения из этих исключений, дальше есть исключения из исключений из этих исключений. Некоторые исключения просто сложились исторически, некоторые исключения очень странно выглядят, например, есть исключения, что можно исполнять музыку во время официальных церемоний и похорон без согласия правообладателей. Странно, что во время похорон и музыка без слов, то есть получается играть музыку можно, а без согласия правообладателей опять нельзя на плавниче. Но это уже как вам совесть позволит. По поводу цитирования, должен сказать, что значительно в 2014 году расширили сферу применения. Если раньше цитирование ограничивалось только раскрытием творческой мысли автора, то сейчас уже оговорено и в научных, полемических, критических, информационных, учебных целях, раскрытие творческого замысла. То есть цитату можно включать почти всегда, но все-таки с осторожностью, потому что, например, была негативная практика, насколько я помню, ФАС, когда цитаты пытались использовать в рекламе. То есть там вопрос является ли это информационным использованием или является все-таки неким коммерческим использованием, которое надо получать согласие правообладателя. Я точно так же не буду задерживать, с вашего позволения, на цитатах. Еще раз должен обратить внимание на иллюстрации. Иллюстрации тоже требуют включения в свое произведение с обязательным указанием источника заимствования автора, что достаточно сложно, потому что, например, если вы берете иллюстрации из старых российских журналов, советских журналов, то во многих случаях просто информация об авторах, об источниках отсутствует. В этом случае обычно достаточно сослаться хотя бы на журнал как источник заимствования и дальше получить проблемы с правообладателями, которые стали правоприемниками советских журналов. Дело в том, что у нас такая уникальная в этом плане ситуация, как бы и страна, и ситуация с авторским правом, что вот везде, как в Европейском Союзе, в большинстве стран мира, авторские права изначально, предполагается, возникают все-таки связаны с автором и должны иметь некую правовую связь с ним и вытекать из его деятельности. Есть особое законодательство, например, в США, где первоначальное авторское право может возникать у юридических лиц, но оно все равно связано с авторами, то есть с силой того, что автор либо работал, либо Эдхея выполнял работу, то есть по найму, либо по заказу сделал произведение. У нас ситуация более сложная. У нас советское законодательство предполагало, что сами по себе существуют права авторов и сами по себе авторские права организации, авторские права юридических лиц. Поэтому в настоящее время во многих областях фактически вытоптана трава, как говорила Тила, трава не должна расти там, где ступит нога моего коня. Вот примерно так нам досталось наследие от советского авторского права, состоящее в том, что, например, в сфере кино, мультипликации, радиопередач, звуковых записей этих радиопередач и, как ни странно, периодических и продолжающихся изданий, было двойное правообладание. То есть были права авторов, а были права организаций, которые осуществили такое издание, либо киностудии, которые выпустили предприятия, осуществившие съемку, либо права телерадиовечательных компаний, которые осуществили передачу в эфир. И получается, что все телерадиоспектакли, все мультфильмы, все фильмы советские, они часто или почти всегда, ситуации разные, например, с фильмами иногда киностудии претендуют, иногда Госфильмофонд, который сейчас ликвидированный, уже другие совсем претендуют. Получается, что, например, если есть желание использовать старого персонажа из старого советского мультфильма, то не завидую юристам, которым придется очищать права, потому что договариваться придется с огромным кругом лиц, в том числе и с авторами, и с художниками, и, например, с киностудией, которая является правоприемлемой той киностудии, которая осуществила съемку этого мультфильма. И где начинаются права одних и закачиваются права других, установить достаточно сложно. Поэтому, если вы связаны с этой областью, и, например, создаете учебное издание, то лучше брать кусочек, использовать как цитату, либо уже очищать полностью, договариваясь со всеми. Это тоже возможно, это не критично. Я, если позволите, другие исключения не буду подробно рассматривать. Есть самые разные, периодически добавляются для каких-то целей, иногда ограничивают, иногда убирают, иногда еще не дорабатывают. Есть большие исключения для сферы образовательной деятельности, библиотек, архивов, но фактически должен обратить внимание, что ни одни исключения не позволяют осуществлять эффективное, даже не только коммерческое, а вообще эффективно использование произведений. То есть, если вы основываетесь на исключениях, то сфера настолько узкая, и как только вы перешагиваете эту область, вы находитесь под риском, что будет предъявлена претензия, будет какой-то судебный процесс, требования. А у нас достаточно сложная ситуация, потому что, с одной стороны, суды занижают обычно размер компенсации, когда, например, автор обращается за с требованием. Обычно чуть-чуть, но все-таки снижают, а иногда и не чуть-чуть, и получается такая патовая ситуация. А в других случаях суды могут, например, присуждать такие колоссальные размеры компенсации, никак не связанные с реальной стоимостью. То есть, может быть, вы помните по делу между издательством Тера и издательством Острель, входящим в группу АСТ, по поводу изданий, произведений Беляева, глава профессора Дуэля, «Дристающий мир», «Человек-амфибия». Возник процесс, в котором издательство Тера, заблаговременно подготовившись, насколько я помню, выпустило шеститомник Беляева в телячьей коже в Италии, где каждый том был 20 с чем-то тысяч рублей оценивался. После этого пересчитали все, что выпускало издательство Острель, связанное с Беляевым, и по правилам подпункта 2 статьи 1301 потребовало выплаты двукратной стоимости экземпляров. При этом стоимость экземпляров определялась по стоимости законно выпущенного дорогостоящего экземпляра. В сумме получилось, по-моему, 7 миллиардов 670 миллионов. И Московский арбитражный суд достойно эту сумму присудил. Потом, правда, было оспаривание, то есть крупных взысканий обычно никто не получает в итоге, но тем не менее такой казусный случай был. Относительно недавно, в прошлом году, за 10 коротких рекламных отрывков, 5-секундных, насколько я помню, истребовали компенсацию, потом ее, правда, отменили, в размере 460 миллионов. То есть никто не гарантирован от ситуации, когда даже при спорных объектах могут предъявить большие компенсации. И даже если это не приведет к их взысканию, это затруднит деятельность, остановит бизнес, например, рекламную кампанию, помешает нормальному работе. Поэтому находимся в такой сложной зоне, когда с одной стороны надо использовать чужое, а с другой стороны все время есть риск каких-то проблем. Дальше, как я говорил, огромные исключения допускаются для образовательных, библиотечных и архивных организаций, в том числе связанные, например, с предоставлением копии в электронной форме, но имеется в виду в законодательстве, что только в помещениях библиотек. То есть достаточно жесткие ограничения, не позволяющие, например, открыть торговлю экземплярами, продажами, потому что это подорвало бы, как считается, издательский рынок. Для образовательных организаций тоже есть исключения. Классический вопрос, который в каждой стране решается по-своему, что делать, может ли, например, преподаватель размножить какую-то книгу и раздать студентам бесплатно. В разных странах ответ зависит от разных факторов, но, например, если книга вышла малым тиражом, и это может подорвать ее реализацию, то однозначно не может. Если речь идет о спорных ситуациях, могут быть разные решения. Но лучше всего, конечно, решать на основании договоров. Есть очень сложные вещи, которые ввели в наше законодательство, просто скопировав чужое. То есть во Франции традиционно был подход, что по пародии карикатуры можно создавать без согласия правообладателей, но там обычно под пародией карикатуры понимается объект, который никак не использует оригинальное произведение, а передает некий дух, некую атмосферу, некую ситуацию, но не трогает оригинал. Я вот не знаю, насколько это сопоставимо с ситуацией, там какое-нибудь очень страшное кино, 1, 2, 3, 4. То есть понятно, что никто не перепутает, никто на ком не паразитирует. А вот когда стали делать объединяющее такое законодательство на уровне ЕС, то включили данную возможность, что можно, если страна считает, она может сохранить у себя исключение для пародии карикатур. В Российской Федерации, увидев, что, соответственно, при совершенствовании законодательства, что есть такое допустимое исключение, решили его на всякий случай исключить себе тоже. Поэтому есть, насколько я помню, несколько безнадежных судебных процессов, связанных с этими пародиями карикатурами, потому что никто не знает, в каких случаях, где начинается пародия и карикатура, а где заканчивается заимствование исходного произведения. Есть разного рода исключения для отдельных видов произведений, не буду на них задерживаться, если позволите. Есть, как я уже говорил, выплат компенсационного вознаграждения, но оптимальный вариант рассчитывать все-таки на заключение договоров об использовании произведений. И у нас система договоров сейчас, в авторском праве, не сейчас, а с 2008 года, с принятия четвертой части гражданского кодекса и с ее введения в действие с 1 января 2008 года, оказалась достаточно усложненной. Дело в том, что четвертую часть делали специалисты, видимо, в области патентного права. Ну, как-то, может быть, роднее оно им было. Поэтому оказалось, что авторское право прижали к патенту, хотя между ними фактически нет ничего общего. В результате появилось такое вот сложное деление договоров. Если раньше договоры делились на договорах об исключительных правах и договорах об неисключительных правах, и можно было дробить, делить как угодно, то сейчас законодательство исходит из того, что есть единое неделимое авторское право. Если его кому-то отдавать, то только целиком. И, соответственно, есть два вида договоров базовых. Это договор об отчуждении исключительного права, когда вы полностью передаете исключительное право. И лицензионные договоры о предоставлении права использования. Вот несколько еретическое сравнение с вопросами эксплуатации коммерческой, принадлежащей, например, вам квартиры. Вы можете ее полностью продать, навсегда утратив титул владения. В этом случае вы получите вознаграждение, например, но больше вы с этой квартирой никак не связаны. Вы не сможете ее дальше эксплуатировать. Или второй вариант, вы можете ее сдать в аренду, предоставить кому-то для проживания. Некий аналог лицензионного договора, то есть лицензия, в данном случае это разрешение. Это тоже некоторая путаница вызывает. Дело в том, что каждую часть гражданского кодекса писал определенный пласт ученых, который, написав ее, ложился в могилку, и потом приходили следующие ученые со своими уже взглядами. Поэтому, например, в первой части гражданского кодекса слово лицензия используется только как государственное разрешение использовалось при ее принятии в 1994 году. А в последующих частях постепенно лицензия стала еще возникать и как некое гражданско-правовой договор, как разрешение между частными субъектами гражданского права. Лицензионный договор имеется в виду разрешение использовать в пределах определяемых таким договором. И, соответственно, есть деление на исключительную лицензию и простую неисключительную лицензию. Исключительная лицензия обозначает, если брать опять аналогию, что в предоставленной вами квартире будет жить только указанный человек, с которым вы заключили договор, и другой не будет иметь возможности в этой квартире обитать, например, без согласия первого заселившегося. А не исключительная обозначает, что вы можете, как в том домике в Иркутске, сколько там, 80 тысяч, по-моему, человек было зарегистрировано в одном маленьком домике. Ну, видимо, я не знаю, как они там помещались. Значит, соответственно, когда вы, как автор, или как, наоборот, лицо создающее произведение, подписываете договор, надо понимать, о чем идет речь, прежде всего, о полном отчуждении права, когда, если вы пользователь, например, то вам, конечно, удобнее полностью, чтобы вам перешло в право, и дальше вы уже будете его использовать. Мало того, даже если вы автор, но создаете сложный объект, ну, или, по крайней мере, книгу, например, с иллюстрациями, с чертежами, и заказываете у какого-то другого автора эти иллюстрации, чертежи, то, конечно, вам выгоднее, чтобы вам передали права на условиях договора отчуждения, и вы тогда уже целиком, совокупностью распоряжаетесь, как правообладатель. Вам тогда не надо отдельно каждый раз говорить издателю, а вот теперь сходи и приобрети еще права на вот эту иллюстрацию у этого, а на обложку у того, а на дизайн еще у кого-то. Поэтому в заключении таких договоров могут быть заинтересованы не только издатели, не только какие-нибудь коммерческие пользователи, но и сами авторы. Потому что бывают разные ситуации, в некоторых случаях важно получить именно исключительное право. Лицензионные договоры заключаются в разных случаях, исключительно лицензия обычно, целесообразна тогда, когда правообладатель, когда обладатель такой лицензии намерен охватить как можно больше, боится конкуренции. Ну, в большинстве жизненных ситуаций, на самом деле не исключительной лицензии вполне достаточно, но уж так вот люди устроены, что все время хочется залезть повыше, получить побольше. Как в Библии сказано, не упокоится глаз человека, пока его не засыплет землей. Поэтому в большинстве случаев, конечно, пытаются так или иначе получить исключительную лицензию. Например, если речь идет о книге, входящей в школьную программу, но такой, которую, условно, которую школьник просто должен прочитать, то смысла в исключительной лицензии нет, потому что это будет дорого. При этом каждое издательство сможет выставить эту книгу и продать только в тех магазинах, до которых она может дотянуться. Поэтому достаточно часто, даже на очень востребованные произведения заключают не исключительную лицензию. Лицензионный договор о предоставлении права использования на не исключительной основе. В то же время, если, например, вы собираетесь, закупили права на выпуск новой какой-нибудь книги про Гарри Поттера или про такое сложное название «Фантастические твари», по-моему, сейчас Джан Роулинг следующую серию запускает. Хотя мои знакомые бухгалтерицы, вчера думали, что это по налоговую инспекцию. Так вот, в этих случаях, когда вам понадобится реклама, вывод на рынок, организация каких-нибудь мероприятий, продаж, то есть первичные базовые большие вложения, перевод тот же заказывает свой, оригинальный, отстаивать его, то, видимо, целесообразно будет приобретение исключительной лицензии, тем более, что с вас правообладатели, представители Джан Роулинг наверняка потребуют хороших выплат за предоставление такой лицензии. Соответственно, как я говорил, три вида договоров получается, об отчуждении исключительного права, о предоставлении права использования и лицензионный договор на исключительной и на неисключительной основе. Я, с вашего позволения, тоже не буду сильно вас затруднять всеми положениями договоров, они на самом деле комбинируются как такой кубик Рубика, потому что, вот если договор об отчуждении идет, то продается все за какое-то вознаграждение. Если договор о лицензионной идет, то должны быть определенные условия использования, территория, способ, сроки, возможно, сублицензирование, это как бы такой кусочек кубика Рубика, который набирается исключительными и неисключительными лицензиями. То есть у вас может быть исключительная лицензия, например, на создание фильма нового, но не исключительная лицензия на использование его фрагментов по телевидению, для рекламы, для показа. То же самое, исключительная лицензия на выпуск книги, не исключительная лицензия на использование частей произведения для рекламных целей, в том числе в интернете, на телевидении, на радио, где вы еще договоритесь. один из таких болезненных вопросов это вопрос о выплате вознаграждения значит сформулировано как всегда настолько гениально что можно до бесконечности спорить что я не усведу но если как-то переформулировать и пояснять то речь идет о том что вопрос о вознаграждении должен быть решен в договоре то есть договоре обязательно должно быть указано что это возмездный договор или безвозмездный если он безвозмездный то достаточно писать что безвозмездный предоставляется лицензии на безвозмездной основе исключительно право передается безвозмездно то есть в любой форме что было понятно без выплаты вознаграждения то есть от формулировок не так много зависит лишь бы было понятно что безвозмездно если же договор не указано что он безвозмездный он презюмируется подразумевается возмездным и, соответственно, считается, как ни странно, незаключенным, если в нем не решен вопрос о размере вознаграждения или порядке его определения. Это очень печально и для авторов, и для пользователей, и для издателей, например. То есть раньше достаточно часто заключались договоры такие без указания вознаграждения, потому что ни издатели, ни авторы не хотели делиться с государством, потому что на каждый рубль, выплачиваемый условному автору, вы должны при обычной системе налогообложения, с учетом еще, если вы и НДС платите, отдать рубль государству. Это немножко считалось жестоко. Теперь то же самое, но Гражданский кодекс заодно решил решать вопросы, связанные с налогообложением. Это может быть не совсем правильно с точки зрения классического законодательства, потому что есть частное право, есть публичное право, и в Гражданском кодексе теоретически должны были оговариваться только вопросы, связанные с реализацией прав частных лиц, субъектов гражданского права. Но вот тем не менее позаботились, и в результате теперь оговорка в законодательстве, что если не предусмотрено вознаграждение, то договор считается незаключенным. Это плохо и для издателей, это плохо и для автора. Почему? Потому что если договор незаключен, то нет никаких обязательств между сторонами. Получается, если издатель издаст произведение, то формально он нарушитель исключительного права с возможностью истребления с него компенсации, хотя он вроде как заключил и может быть даже что-то где-то как-то заплатил, но неофициально. Но ситуация с неопределенным вознаграждением в договоре плохая и для автора, потому что если с незаключенным договором, потому что если договор будет признан незаключенным, то автор, например, создавший произведение по заказу или рассчитывавший, что ему будут какие-то выплаты, не получит ничего, если издатель не использовал, например, и нельзя к нему предъявить требования о выплате компенсации, потому что договор просто незаключен, он не связывает вторую сторону. Извиняюсь, что на этом задержался. Соответственно, лицензионный договор предполагает, как я уже говорил, предполагает использование либо на исключительной, либо на неисключительной основе. Такое базовое деление, немножко странное, не всегда сходящееся, но так принято, классификации очень всегда сложно построить. Ничем не отличается от классификации, по-моему, у Борфиса была, что все вещи делятся на облака, летящие по небу, рыбок, живущих в пруду у императора и прочее. Поэтому такая классификация прижилась. Есть сложности, связанные с разными периодами заключения договоров, причем иногда безумные сложности. Например, в период до 2014 года считалось, что лицензиар, предоставивший согласие на использование произведения, то есть предоставивший исключительную лицензию, все же сохраняет сам право использования. Это пришло из патернного права, потому что если завод кому-то предоставил заключить лицензию, он же не прекращает сам производить то, что он производит. После 2014 года решили все поменять и вернуться к тому, что было в авторском праве до 2008 года, что если предоставлена исключительная лицензия, то сам лицензиар, правообладатель, то есть, например, сам автор, не вправе использовать произведения в тех пределах, в которых он предоставил исключительную лицензию. Поэтому у нас теперь получились еще и договоры, различающиеся по своему содержанию и по саправовым последствиям не только от того, что там написано, но еще и от того, что там не написано, в зависимости от времени, когда они заключены. Форма лицензионного договора общая предполагается, что она должна быть обязательно письменная, то же самое для договора отчуждения. Договор отчуждения всегда должен быть письменным, и, соответственно, она должна быть заключена либо в виде единого документа, либо путем обмена документами, это не так критично, но обязательно в письменном виде. Лучше, конечно, на бумаге, но современная мысль не стоит на месте, поэтому разрешено заключать, в том числе и с использованием электронных подписей, в электронной форме, но обязательно это должна быть подтверждаемая подпись, то есть не просто так, то есть должны быть соблюдены правила о письменной форме договора, иначе он будет незаключенным со всеми вытекающими отсюда последствиями. Есть исключения, связанные с использованием периодической печати и с использованием то, что раньше называлось обердочной лицензии при продаже программ для ЭБМ, при присоединении к условиям с помощью клика, не всегда доказуемо, но тем не менее применяемо на практике. Наконец, в 2014 году одно из нововведений, это ввели такую сферу упрощенной формы лицензионного договора, расширили именно на варианты, когда не просто приобретается экземпляр с какими-то условиями программы для ЭБМ или базы данных, а когда используются другие формы, то есть используются какие-то всплывающие тексты, подсказки, поставьте галочку, клик, нажмите на кнопочку. Такая форма тоже допускается, но обратите внимание, только для программ для ЭБМ и баз данных. Дальше, извините, я забежал вперед. Насчет вознаграждения договора могут быть как возмездными, так и безвозмездными. Зависит от того, о чем стороны договорились. Лучше договориться отчетливо. К сожалению, в нашей реальности есть надежный вариант это получение полностью вознаграждения в фиксированной сумме, но обычно оно оказывается не всегда возможным и небольшим, потому что никто не знает, как реализуется произведение. Оптимальный вариант, например, в европейском правопорядке считается, когда автор участвует в будущих доходах от произведения. Но гарантировать эти доходы никто не может, тем более, что в условиях нашего определения, когда вы не можете сказать, что вы хотите получить от дохода, потому что, скорее всего, захотят от прибыли, а прибыль, как вообще доходы современного человека, часто колеблются в размерах от утаивания до нуля. Это не только российская практика. Я, например, читал, что фильм «Форест Гамп» собрал 300 миллионов долларов, но автору сценарию не доплатили его 2,5% за чистые доходы, потому что якобы чистых доходов не было, затраты превысили доходы. Поэтому следует проявлять осторожность, как я вам говорил, договор, если вообще не оговорено, будет незаключенным. Как определить вознаграждение? Это уже задача правообладателя. Правительство вправе устанавливать минимальные ставки, но в настоящее время установлены минимальные ставки еще действий, там, в 1994 году установлены постановлением правительства, они фактически имеют рекомендательный характер, иногда они очень странные, не связанные с реальностью, но для некоторых сфер, наоборот, проверенные, например, для театральной, для еще какой-то. И если вознаграждение собирается через общество по коллективному управлению, то обычно ставки равны или выше тем, которые предусмотрены в 1994 году. Во всех остальных случаях, и даже в случае заключения договора с общественным коллективным управлением, они, как правило, не обязательны. То есть это личное дело правообладателей, это принципиальное отличие, например, современного авторского права от советского авторского права. В советском авторском праве платилось вознаграждение, которое нормативно определялось, для разных сфер были такие сборники, где можно было посчитать, то есть авторам фильма, например, платилось вознаграждение в фиксированной сумме за количество бобин, которые были отпечатаны для показа в кинотеатрах. Доплачивалось, еще что-то происходило, авторам музыки платилось, в зависимости от того, что это за музыка. Если это патриотически какой-нибудь значимый, даже тогда не было патриотически, а скорее значимый с точки зрения идеологическое сочинение, то ставки одни не применялись. Если это что-нибудь детское, то другие, если это вообще не пойми что, то могли ничего не применять. Ну, в принципе, просто другая система. Современная система предполагает, что есть исключительное право, и сам правообладатель решает, разрешить ему или запретить. Причем, вот выкупить права принудительно, что-то еще сделать, ну, такого законодатель не предусматривает, потому что авторское право не патентное, и считается, что всегда и государство, и другие люди могут обойтись без каких-то авторских прав, ничего кошмарного не случится, всегда можно создать альтернативное произведение, если правообладатель не продает права, необходимые для использования какого-то произведения. Значит, как я говорил насчет вознаграждения, выплаты могут быть по-разному решены, могут быть выплаты в виде роялти, то есть неких процентов периодических платежей, не фиксированных, определяемых успехами. Роялти может быть не только в виде процента, может быть, например, там условно копейка за книжку, 8 рублей с книжки, то есть как договоритесь. Могут быть некие периодические платежи, например, за поддержание использования, просто в них какая фиксация, что раз в год платится какая-то сумма за продление договора, за поддержание лицензии. Могут быть сочетания, например, некий аванс в счет будущих роялти, которых может никогда не будет, но аванс как бы не возвращаем. Могут быть ситуации, когда достаточно принятые в зарубежной практике, когда в качестве подтверждения серьезности намерений просят заплатить минимальную гарантию. Постепенно это находит применение и у нас, потому что это удобно. Что если пользователь заинтересован, он платит некую сумму минимальную гарантированную, которая не подлежит возврату. А все остальные роялти он платит либо сверх того, либо с зачетом этой суммы, в случае если осуществляется успешно использование. Это один из оптимальных вариантов, потому что он позволяет регулировать и будущие доходы, и не так сильно вкладываться, например, пользователю, тому же издателю. Но при этом, поскольку условно издатель или кто-то еще заплатил, он заинтересован в том, чтобы использовать. Потому что одна из проблем бесплатного предоставления, предоставления под чистые роялти, в том, что могут не использовать. И в этом случае получится сложная ситуация, что права заблокированы, например, предоставлены исключили лицензию, использования нет, и автору ничего не причитается, не только в материальном, но и в моральном смысле. Для некоторых областей это естественная ситуация, например, в кинематографе, если посмотреть опыт экранизации каких-нибудь зарубежных произведений, то иногда они ждали своего выхода десятилетия. Ну, столетия еще пока не прошли, но десятилетия уже были. То есть достаточно известные произведения выкупались, а потом долго-долго думали, как их экранизировать, что-то складывалось, что-то не складывалось, в зависимости от ситуации. В российском законодательстве сделали оговорку об обязательности использования на законодательном уровне только для издательских договоров. Иногда это обходится, иногда издатели заключают как бы не издательские договоры, а некий агентский, который передается потом уже для издания. Иногда с этим как бы не мучаются. Ну, собственно, лучше, конечно, все оговаривать. И если вы хотите, чтобы ваше произведение обязательно использовали, надо в договоре оговаривать обязательства по использованию. Может быть, в мягкой форме, под условием, что если до какого-то года не использовали, то просто прекращаются договоры, права возвращаются. Потому что если это не исключительно лицензия, это не так страшно, но если это исключительно лицензия, например, навсегда, то получается, что… Так, а я, извиняюсь, я передержал уже время. Олег, кто-нибудь на связи? Я не буду вас сильно погружать в территории, в использование. Есть положения, которые надо проверить просто, что в договоре они есть или что вы их подразумеваете, понимаете, о чем идет речь. Это, собственно, о каком произведении, о каких способах использования. Исключительно, не исключительно лицензия, срок, территория и возможность, так называемое, сублицензирование, то есть возможность дальше передавать права, потому что без согласия права обладателя нельзя передавать дальше. И вознаграждение, как я говорил. Соответственно, есть еще деление на готовое произведение, отдельный регулирование для издательского договора, есть договор авторского заказа, где предполагается, что будет аванс, но если он не уплачен, то законодатель говорит, что ничего страшного. Вас ограбили случайно, тут никто не виноват. Есть сложное регулированное произведение, созданное по заказу, где предполагается, что права переходят к заказчику, но кроме случаев, когда это создано автором или права от его наследников переходят. Есть новое положение относительно открытой лицензии, которая закрывает такие случаи, как Википедия, например, но использовать ее в широком масштабе я бы не советовал, потому что если вдруг правообладатель заявит, что он не предоставлял этой открытой лицензии, то доказывает, что это было не так, придется пользователю. То есть неожиданно пользователь может оказаться нарушителем. Значит, я извиняюсь, что у нас кончилось время, а я не ответил на какие-нибудь вопросы, если они появились. Я бы призвал к осторожности, к тому, что если вы что-то создаете, создавайте это сами, включайте как цитаты, если нужно, консультируйтесь, если нужно, делайте с осторожностью, но с другой стороны, может быть, лучше действовать, как Антон говорил, смелость, смелость и еще раз смелость. В конце концов, ничего страшного с вами не случится. Но последнее, что хотел сказать, если вы используете чужой объект авторских прав за пределами исключений, то обязательно нужно иметь договор, чтобы никогда не возник вопрос об уголовном преследовании. Потому что, если нет договора, могут приписать умысел на нарушение авторских прав, и в этом случае получается 146-я статья Уголовного кодекса, мало нам 159-й, так еще нам и 146-ю придумали. Спасибо, рад был пообщаться. Вот если есть вопросы и время, я готов что-то ответить. Спасибо за внимание. Так, это интересный вопрос. В этом случае вы можете требовать... Вопрос такой просто, что вы хотите, чего вы хотите достичь. Если вы хотите достичь запрета, да, диссерткет — это известный такой пользователь, видимо, каким-то образом имеющий доступ к диссертациям. Если вы хотите добиться запрета, можно им написать, возможно, что они ответят. Дальше начинаются вопросы законодательного, реализации законодательства, потому что формально, да, можно через Мосгорсуд блокирование доступа к вашему сайту, требования предъявлять, но обычно это не очень рентабельно, например, в отношении диссертации. То есть если речь идет об учебнике школьном, то, насколько я знаю, костюми лягут правообладатели, но добьются его изничтожения. Вот, к сожалению, в отношении, если нет коммерческой какой-то поддержки реализации, то это слишком дорогостоящая история преследовать этот сайт. Написать можно. Чаще всего все-таки идут навстречу, чтобы не связываться по ситуации. Держитесь, всех вам благ. До свидания. Дорогие друзья, давайте поблагодарим Константина за замечательный вебинар. Я сам заслушался, честно говоря. Для всех нас та область, о которой рассказывал Константин, действительно представляет интерес и часто мы путаемся в наших правах, в чужих правах. Так что мы и дальше будем приглашать Константина для освещения данного вопроса с тем, чтобы он нас просветил по большей части. Да, несомненно, полезная информация. Ну что ж, я еще раз благодарю Константина, благодарю вас за участие, за то, что вы слушали, задавали вопросы. Напоминаю, что у нас до праздника еще должно состояться два вебинара, завтра и послезавтра. Ну и после праздников мы начнем снова работать в штатном режиме. Приходите в Директ Академию, будет интересно. До новых встреч. Продолжение следует...